Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Регион готов к карантину по коронавирусу, но сегодня в крае стабильная эпидемиологическая обстановка. В Аднерском районе открыли новый детсад. Туда можно отдавать малышей с двух месяцев. В Сочи выступит гитарист-виртуоз. Свою программу он посвятил другому виртуозу Никола Паганини. Сегодня в крае стабильная эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил Вениамин Кондратьев, журналистам. В случае необходимости власти готовы принять все необходимые меры. Мы в регионе уже сталкивались со случаями подозрения на коронавирус. Алгоритм действий в такой ситуации уже есть. Он отработан. Человек сразу проходит все необходимые обследования, его изолирует. Каждый случай отрабатывается отдельно в соответствии с рекомендованным механизмом. Работа ведется и с теми, кто контактировал с возможным заболевшим. На своем уровне мы создали оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Если возникнет необходимость, безусловно, будем вводить карантинные меры. Мы будем исходить из эпидемиологической обстановки. Сейчас такой необходимости нет. При подтверждении заболевания будет развернут госпиталь на базе Краснодарской инфекционной больницы. Госпитализация также будет проводиться еще в четырех больницах и 56 инфекционных отделениях многопрофильных больниц края. Они полностью обеспечены лекарствами, средствами защиты и дезинфекции. На сегодняшний день ситуация стабильная. Глава края с рабочим визитом накануне посетил Новокубанский район. В первую очередь Вениамин Кондратьев осмотрел сельскохозяйственные предприятия. Муниципалитет – один из лидеров в молочном животноводстве. Губернатор побывал на старейшей ферме района – Хуторок, где за последние три года построили два новых корпуса и модернизировали оборудование. Однако в муниципалитете научились не только молоко высокого качества получать, но и перерабатывать. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что сельское хозяйство так прочно будет связано с инновациями. Информация о каждой буренке, а их здесь более тысячи, отслеживается онлайн в специальной системе. У каждой коровы в ухе чип. Он и помогает распознавать животное. Условия на кубанской ферме действительно ничуть не хуже, чем на европейских. Для коров все самое лучшее. Современный доильный зал, выгульные базы и даже меню специальное. Ферма Хуторок в Новокубанском районе – предприятие, хоть и старейшее, но идет в ногу со временем. За последние три года здесь построили новый молочный комплекс и модернизировали оборудование. Сегодня губернатор не случайно в числе первых посетил именно это предприятие. По производству молока хозяйство занимает первое место в районе. Вениамин Кондратьев уверен, на базе комплекса нужно проводить мастер-классы для фермеров из других районов. Это и есть образец современного сельского хозяйства. Руководству удалось не только построить успешный бизнес, но и повысить уровень жизни целого села. – 35 лет – средний возраст наших рабочих. 54 тысячи – средняя зарплата за прошлый год. – Это небывалая зарплата для села. Небывалая. Она здесь реальная. Вот мы говорим, что нужно молодежи на селе. Стабильность нужна. Рабочие места нужны. Уверенные завтрашние дни. Вот здесь мы находимся, вот здесь он все это обеспечивает. Но хозяин. Стоятельство ферм. Он же сам же и строил. И отсюда тоже экономика складывается. Если бы заказал бы, обошлось бы дороже в десятки раз. Он даже кредиты в банки не берет. За счет того, что делает себестоимость ниже, за счет того, что сам подрядчик, сам заказчик. Вот такой подход сегодня нужен для того, чтобы экономика на селе получалась. В районе могут похвастаться не только высокими надоями молока, но и его переработкой. Глава региона посетил местный комбинат, где производят кефир, сметану, творог и йогурт. В прошлом году здесь произвели более полутора тысяч тонн продукции. Вкус ряженки, сливок и мацони местные жители уже распробовали. На очереди кубанский сыр. Миша, и в том числе сыров, она достаточно плотно сегодня друг друга даже притирает и подталкивает. Но качественный сыр он всегда найдет в своего покупателя. Всегда. Если сегодня мы говорим, а вы об этом видите с гордостью, что у вас качественный сыр, на самом деле из настоящего натурального молока, при том молока нашего, кубанского, от наших коров, то, безусловно, качество его будет высочайшее. Поэтому я уверен, что здесь грамотная маркетинговая политика, грамотное продвижение, где мы готовы помочь. Я уверен, что вот платье в горошу, оно завтра может обеспечить большую составляющую молочки. Ваших, в том числе сыров на полках, по крайней мере наших, кубанских, а может быть и российских магазинов. Абсолютно важно, правильно. Полочь нам не помешала бы. Экономику района в основном формирует сельское хозяйство. Однако весомая доля приходится и на промышленность. Еще один бренд, узнаваемый жителями края – Новокубанский кирпич. Более 70 миллионов штук в год производят на заводе керамических стеновых материалов. На строительном рынке предприятие работает уже более 30 лет. Важно подстраиваться под спрос потребителей и постоянно повышать качество продукции, отметил губернатор. Я помню еще из своей юности, что Новокубанский кирпич – это было нечто престижным, если из него построен дом. То есть, так и говорили, дом Новокубанского кирпича. А сколько сегодня вы можете констатировать, что рынок и по какой части он ваш? По крайней мере, наша уверенность в нынешнее время удается удерживать за счет качества. Это геометрия. Все строители относятся к тем, которые работают, прикладки с другими видами продукции. Они дают предпочтение зачастую нашей продукции. Это геометрия его качества, помарочности, водопоглощения. Соотложение цены и качества на рынке. Как вы оцениваете? Мы оцениваем, что мы качество выше именно этой продукции, цена ниже. Цена доступна. Цена доступна. Если удается добиваться отношения цены и качества, вы имеете устойчивую экономику предприятия, уверенную идущую завтра. Сегодня важно не отставать от проса, а чувствовать сегодня конъюнктуру рынка, подстраиваться, где-то даже идти на опережение. Экономика района должна качественно отражаться на комфорте жизни селян. Однако, как и пять лет назад, муниципалитет находится в группе с уровнем развития ниже среднего. Каждое второе обращение к губернатору от местных жителей – это проблемы ЖКХ. Один из больных вопросов – строительство мусорного полигона в станице Советской. С этой темы свое обращение к новокубанцам и начинает губернатор. Решение уже есть. Полигон совместно с мусоросортировочным комплексом возведут вдали от всех населенных пунктов, в том числе вдали от станицы. Участок уже подобран. Людей также беспокоят частые перебои с водой. Сразу в нескольких поселениях люди жалуются на изношенные сети и отсутствие скважин. Бюджета района хватает только на текущий ремонт. Решить вопрос с одним проектом – реконструкции водозабора – можно, но для этого нужно успеть попасть в федеральную программу. Практически около 40% жалоб – это проблема с водоснабжением. Но проблема самая главная – это реконструкция водозабора. У нас есть федеральный проект «Чистая вода». У вас проектная документация к ней или в целом готова по программе «Чистая вода», чтобы вы могли успеть заскочить в эту федеральную программу. Мы подготовили проект, чтобы вступить в программу «Чистая вода», вот именно федеральный проект на 67 миллионов рублей. Сейчас в экспертизе, ждем в апреле выхода. Здесь у нас Евгений Владимирович Зименко. Вот, посмотрите, еще не поздно, я думаю, еще не поздно, эту ситуацию с водозабором под свой контроль. 140 миллионов для реализации этого проекта – это практически весь проект. Потому что, по моим данным, предварительно на водозаборы, им нужно всего 150 миллионов. А если в программу попадают 140 миллионов, они уже получают федеральных денег. Вот и результат. Поэтому я вас прошу здесь подключиться, взять под контроль, чтобы они успели пройти экспертизу, надеюсь, что они успеют пройти, и попасть в федеральную программу. Работу руководителя муниципалитета Вениамин Кондратьев оценил удовлетворительно. Но главе района нужно быть активнее, чтобы решить острые проблемы в муниципалитете. В том числе, максимально использовать возможности возводить школы и стадионы на условиях софинансирования. Сегодня муниципалитет слабо участвует в краевых и федеральных программах. Сегодня есть результат, но я хочу, чтобы он был больше. Поэтому я и требую зарабатывать от всех. То есть власть – это не чиновник, это менеджеры. Менеджеры, которые должны чувствовать, ощущать, понимать, каким образом распорядиться грамотно бюджетом. Потому что бюджет – это основные инвестиционные возможности власти, и муниципальные, и краевые. Есть деньги в бюджете, есть деньги на то, о чем я говорю. Теперь выбирайте их, теперь интегрируйте деньги, которые мы заработали, в реальный результат в жизни, в реальные школы, детские сады, дороги, тротуары. Это надо интегрировать, строить спортивный комплекс. Вот что нужно сегодня делать. Выбирать эти деньги. Мы достаточно активно администрация Новокубанского района. И Андрей Владимирович, то есть его команда активно. Но надо еще больше, потому что очень много еще проблем. Их надо решать. А бесплатно мы их не решим. Быть активнее – основной посыл и к местной власти, и к жителям. Глава края уверен, что у района есть все возможности вырваться в лидеры по экономическим показателям. Тогда и социальных проблем станет гораздо меньше. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. А сегодня рабочий день главы Кубани прошел в Москве. Вениамин Кондратьев провел ряд важных встреч и переговоров для развития региона. С министром промышленности и торговли России губернатор обсудил поддержку производственного сектора. За последние три года кубанские предприятия получили 5 миллиардов рублей федеральных субсидий. По словам губернатора Кубани, в крае сегодня работает и Краевой фонд поддержки промышленности. В этом году его капитализация составит порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, во время встречи Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев обсудили передачу в краевую собственность уникального оборудования – универсального станка «Макроцентр». Это будет новым этапом развития завода имени Седина. Этот станок предназначен для обработки крупных деталей. Его аналогов по всей стране единицы. В восточной промзоне Краснодара планируют разместить в первую очередь логистического центра компании «Уайлдберис». Участок в 65 гектаров готовы предоставить в аренду уже в апреле. Детали сотрудничества с крупнейшей интернет-площадкой глава Кубани обсудил с генеральным директором компании Татьяной Бакальчук. Рабочий день Вениамина Кондратьева сегодня проходит в Москве. Инвесторы смогут получить землю без торгов, возмещение затрат на подключение к сетям и другие преференции. Строительство такого современного логистического центра губернатор назвал мегапроектом. Количество рабочих мест, которое появится с открытием логистического центра. 15 тысяч рабочих мест, но для Краснодара это не то, что это гиперпредприятие, именно гиперпредприятие, потому что в былые времена заботы имени Седина, самое крупное предприятие в Краснодаре, насчитывало 5000 работников, 5000, а здесь 15 тысяч, конечно, по масштабам сложно это представить. Но надеюсь, такое огромное мегапредприятие, мегапредприятие ворвется в экономику Краснодара, в экономику Краснодарского края. Очень рада, что мы договорились наконец-то о выделении участка. И хотела отметить, что помимо, что там будет реализован промпарк, и помимо решения наших собственных задач, мы также совместно с вами будем реализовывать там помощь для местных производителей. На встречу не случайно присутствовали руководители крупнейших кубанских виноделин. С Татьяной Бакальчук губернатор обсудил возможность продажи местного вина через интернет. По мнению Вениамина Кондратьева, такая известная онлайн-площадка, как Wildberries, поможет виноделам края продвинуть свой продукт на европейские рынки. Вы крупнейшая интернет-сеть, можно сказать, в мире, и возможностью воспользоваться вашей площадкой, конечно, для нас это, по большому счету, шанс продвигать нашу продукцию, в том числе и на другие рынки мира. Поэтому мы пригласили, в первую очередь, тех, кто может предложить продукцию. Это кубанское вино, российское вино, за которое не стыдно, и на самом деле оно высокого качества при соответствующей цене. И если возможно реализацию вина посредством интернет-площадки, электронной площадки, то, конечно, для нас это очень выгодное сотрудничество. Кроме того, мы не только можем предложить не только вино для реализации, но, конечно, и брендовые вещи для края, для страны, это кубанский чай, но также кондитерские изделия, наши овощи, фрукты. И еще большого спектра товаров, продуктов, которые, с помощью, еще раз подчеркиваю, вашего интернет-ресурса, электронной площадки мы можем реализовывать. Еще, подчеркиваю, не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мы, конечно, будем рады начать сотрудничество в плане экспорта ГИИ, потому что тоже провели небольшое исследование на территории Европейского Союза особо алкогольные напитки, доступные к продаже через интернет, и мы будем рады представить эти товары на нашей площадке. Кубанское вино сейчас поставляют в 20 стран мира. Кроме того, через крупнейший интернет-ресурс производители смогут экспортировать чай, кондитерские изделия, крупы и овощные консервы. Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 13 марта в Сучи ясна. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 16-18 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне 13 марта тоже ясна. Температура воздуха ночью также плюс 6, плюс 8. Днем 16-18 выше нуля. Как улучшить зеленый каркас города? Этот вопрос стал главным в повестке первого заседания экологического совета при главе города Сочи. Состав совета новый, в него включен 21 человек. Это представители органов местного самоуправления, сотрудники Русского географического общества, Научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, нацпарка и специалисты по охране окружающей среды. Сегодня в структуре экологического совета были созданы 4 комитета по экологической безопасности, природному и историко-культурному наследию, экологическому просвещению и зеленым насаждениям. Каждому, кто входит в состав экосовета, выданы удостоверения. Одним из главных вопросов в повестке стало сохранение и улучшение зеленого каркаса города, основу которого представляют парки спецназначения, а не общего пользования. Для формирования системы городского озеленения необходимо провести инвентаризацию насаждений и разработать стратегический план на 10-15 лет. В нашем городе есть свои правила, свои задачи по сохранению и зеленого каркаса, и увеличению этого зеленого каркаса, потому что в некоторых местах появляются пятна. Все, что касается чистоты и порядка на территории нашего города, вот к вам огромная просьба, чтобы вы в своей компетенции, в своей части очень грамотно, не эмоционально, а взвешенно подходили к этому вопросу. И мы эти вопросы решали вместе с вами очень конструктивно. Одна из первых задач – это предложить и решить систему либо создания предприятия муниципального, либо какого-то другого, кто будет содержать зеленый каркас, развивать его, улучшать, укреплять и создавать его еще больше. Свои предложения члены экологического совета должны представить главе города через месяц. Более 260 семей получили в Сочи удостоверение многодетных. Об этом сегодня рассказали в Управлении соцзащиты населения Центрального района Сочи. Раньше для того, чтобы получить льготу, многодетным нужно было предъявлять справку, за которой необходимо было обращаться в соцзащиту. После поправок, внесенных в Краевой закон о социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае, теперь родители трех и более детей получают постоянное удостоверение многодетной семьи. С ним можно обращаться в учреждения для оформления льгот на проезд в городских автобусах, питание в школе и другие. Поправки эти были неудобны для населения. Естественно, учли все пожелания, как говорится, и замечания нашего населения. Несли поправки на сессии законодательного собрания Краснодарского края. И вот, пожалуйста, у нас теперь с 1 января 2020 года на территории Краснодарского края предоставлена возможность получения данного удостоверения. Только в Центральном районе Сочи их уже получили более 260 семей. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 12 марта 1945-го советские войска владели городом и крепостью Кюстрин. Это был важный опорный пункт обороны немцев на реке Одер. В оборонительной системе, выстроенной Третьим рейхом, Кюстрин прикрывал подступы к Берлину. Чтобы прорвать оборону города, советские войска устроили провокацию. Неожиданно обрушили удар с фланга на предместе Кюстрина – Киц. Чтобы спасти там положение, гитлеровцы вынуждены были направить туда около 2000 солдат. В обороне крепости возникли бреши. В них и рванули штурмующие подразделения. Тем временем немцы пытаются морем эвакуировать свои войска из так называемых «котлов», блокированных Красной Армией мест. Советские штурмовики с воздуха пытаются пресечь эти попытки. Известия в этот день описывают нападения на морской немецкий конвой у Кёнигсберга. На всех фронтах в этот день уничтожено 134 немецких танка и самоходных орудия. Сбито 9 самолетов противника. В Литву возвращаются тысячи угнанных в рабство местных жителей. На берегу Немана у первого опорного пункта происходят незабываемые встречи из страдавшихся людей с пограничниками. Многие работали неподалеку от Данцига на цементном заводе и ни дня не проходило без зверских истязаний. 12 марта ушел из жизни советский спортсмен-боксер Николай Королев. После окончания школы тренеров в 1939 году Николая призвали на военную службу, и он стал курсантом военной авиационной школы. Однако из-за серьезной болезни и перенесенной операции в феврале 1941 о профессии летчика ему пришлось забыть. С первых дней Великой Отечественной был зачислен в добровольческую бригаду, сформированную в основном из спортсменов. Служил в партизанском отряде Медведева, участвовал во многих операциях. Королев награжден орденами Боевого и Трудового Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени. За свою спортивную карьеру за 22 года выступлений на ринге он провел более 200 боев и почти во всех одержал победу. Из них 50 – нокаутом. Участие в национальных проектах образования и демография позволило краевым и городским властям решить проблему в сочинском селе. О чем идет речь и почему из этого события в Адлерском районе устроили настоящий праздник, расскажем прямо сейчас. Раз, два, три! Терем двери! Отворим! В Адлерском районе в селе Орел-Изумруд завершено строительство нового корпуса детского сада номер 53. Теперь он способен вместить более 580 дошколят. Молодая мама Екатерина Шульга признается, частный детский сад не по карману. Дорогое удовольствие сегодня и долго сидеть в декретном отпуске. Нам хорошо, нам повезло, мы получили путевки, мы уже уходим в сад. Дети очень довольны, очень рады, хотят поиграть на новых площадках, изведать новые территории уже. Сегодня прошло масштабное мероприятие, дети мои тоже поучаствовали в этом. Очень понравилось, очень все довольны. Наконец-то это свершилось. В селе Орел-Изумруд проживают больше 5,5 тысяч человек. Большинство из них – молодые семьи. Старый детсад, построенный в 1977 году, уже не мог вместить всех желающих. Это очень разгрузит старые корпуса. Необходимость была очень острая в связи с тем, что у нас в честь совхозе построено много новых домов, жилых домов, в том числе люди, пользующиеся льготой. Это Росгвардия, большой дом. И эта пристройка на 80 мест, конечно, очень решит проблему. Здесь применялись передовые методы строительства и энергосберегающие технологии, что позволило завершить строительство за полгода. К работе привлекались десятки специалистов, в том числе дизайнеры, которые спланировали не только оформление стен, групп, музыкальных классов и спален. Вся территория облагорожена, оснащена современными игровыми площадками. Занятие по душе здесь найдет каждый ребенок. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. Действует строгий пропускной режим. Сюда также включены и группы ясельные, в том числе одна группа от двух месяцев. Детки уже могут сюда поступать. В городе Шочи мы впервые открываем такую ясельную группу. Мы посмотрим по потребности. Если потребность у жителей нашего города будет в такой ясельной группе, мы, конечно, дальше продолжим эту практику. Расширение детского сада стало возможным благодаря участию властей в реализации национальных проектов образования и демографии. Работы обошлись в 80 миллионов рублей. Деньги выделялись из краевой и муниципальной казны. До конца года запланировано строительство четырех детских садов, а также одной школы и трех пристроек к общеобразовательным учреждениям. Одновременно прорабатываются планы на 2021 год. Мэр объявил земельную ревизию, и городские власти подыскивают участки для строительства новых социальных объектов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В парке науки и искусства «Сириус» завершился трехдневный фестиваль, собравший на одной площадке представителей мирового и российского джаза. В первый день фестиваля на сцене парка выступила австралийская джазовая вокалистка Фонтини. С московским джазовым оркестром певица, выступающая в стиле джаз и фанк, сотрудничает уже больше восьми лет. Для программы в Сочи Фонтини выбрала в основном известные джазовые композиции. Хедлайнером проекта стали народный артист России Игорь Бутман и московский джазовый оркестр. Они представили лучшее из своего репертуара. В прошлом году московскому джазовому оркестру исполнилось 20 лет. Все это время команда работала над тем, чтобы российский джаз занял достойное место на международной арене. Почти все музыканты оркестра под руководством Игоря Бутмана – победители международного конкурса «Мир джаза» в Ростове-на-Дону. Мне приятно работать с молодыми талантливыми музыкантами, у которых есть амбиции, у которых есть свои задумки. Они максималисты в хорошем смысле. Они меня заставляют сопротивляться, чтобы на их фоне не погаснуть совсем. А им тоже вызов. Поэтому нас объединяет музыка, нас объединяет успех. Завершила фестиваль американская джаз-дива «Чайна Мозес». В 2009 году она выпустила альбом, благодаря которому стала одной из самых перспективных джазовых вокалисток. А уже 15 марта в Сочи выступит гитарист-виртуоз. Парк науки и искусства «Сириус» приглашает на свой традиционный ежегодный фестиваль «Музыкальное соцветие». 15 марта его гостем станет Артем Дервоед. Артем Дервоед – один из самых известных российских музыкантов, виртуозно владеющих классической гитарой. Этим инструментом он начал увлекаться еще в детстве. Закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, учился в Италии и Германии. Активно участвовал в музыкальных конкурсах, выступал с концертами с известными оркестрами. Репертуар Артема Дервоеда включает 33 концерта для гитары с оркестром, множество программ камерной музыки и сочинений для гитары периода от эпохи Возрождения до наших дней. 15 марта в «Сириусе» Артем Дервоед представит сочинцам программу, посвященную Николу Паганини. Немногие знают, что этот выдающийся скрипач был еще и гитаристом и создал более 200 произведений для гитары. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова